Дорогие мои, здравствуйте! Сегодня в этом прекрасном месте я решила записать для вас тренировку, пробуждающую ваш живот, устраняющую фартук внизу живота, но самое главное, делающую это максимально безвредно для вашей поясницы, максимально бережно, и ее вы можете выполнять стоя, соответственно, где угодно, как, например, я сейчас, то есть для этого не нужно никакого специального оборудования или специального места оборудованного. Хорошо, итак, первое, что мы с вами сделаем, это снимаем обувь, она нам не нужна, забудьте про фитнес в кроссовках, это все убивает совершенно ваши постеры и ваши паттерны движения. Нам нужна гибкая стопа, поэтому раздеты стопы, и сейчас мы с вами поработаем над дыханием. Для начала представляем, что дыхание у нас, точнее, ребра сейчас начинают выталкивать руки в стороны, мы делаем вдох, выдох, то есть не нужно поднимать полностью сейчас руки, тем более, что у большинства это получится сделать только за счет напряжения в области трапеции, поэтому сейчас мы с вами мягко машем крыльями на вдохе, вдох, и не держим живот, не держим напряжение живота, вдох у нас наполняет полностью и ребра, и живот. Закройте глаза и представьте это расширение, выдох, вдох, выдох. И теперь со следующим вдохом мы с вами уходим, приподнимаемся на плюсный, то есть не на носочки, да, ломая себе пальцы, а на плюсный, немножечко приподнимаясь и возвращаясь обратно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ощущайте, что ваши стопы не разваливаются, нет вот такого положения, когда вы поднимаетесь, да, и стараетесь удержаться, четко пятки идут по прямой линии наверх и обратно возвращаются вниз. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И теперь посмотрите, что делаем. Мы делаем с вами вдох, ставим пятки и перекатываемся на пятки, но не делаем это за счет того, что открячиваем таз, а четко прям заваливаемся назад, и одна рука встает у вас за, как бы на уровне крестца, а другая на уровне паха. И потом мы их чередуем, да, уходя назад. Вдох, поднимаемся на носочки, выдох, перекатываемся на пятки, причем именно за счет вот этого полного переката по стопе. Поэтому я вас не прошу делать что-либо амплитудно сейчас и излишне напрягаться. Делайте все максимально легко. Вдох, выдох, вдох, выдох. На вдохе представьте, что поднимаете ладонями потолок, ладони к потолку разверните. Выдох, вдох, выдох, вдох. Совсем немного отрываю носочки от пола, когда перекатываюсь на пятки, чтобы не заваливаться всякий раз. И вы делайте так же. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И вдох, выдох. Отлично, хорошо. Теперь присогнули колени, ставили стопы стоять на уровне тазобедренных суставов. И начинаем движение тазом. Посмотрите, на вдохе мы представляем, что у нас вместо копчика хвостик обратно вырос, да, нерудиментный остался у нас хвостик. И мы этот хвостик отклячиваем на вдохе, назад немножечко. А на выдохе, наоборот, подгибаем его под себя и лобковой косточкой тянемся к подбородку. При этом взгляд у нас направлен прямо. И вот таким вот образом чередуем, делаем тазовые часы из положения стоя. Выдох, вдох, выдох, вдох. Не стараемся делать излишне амплитудно, иначе будет слишком сильно включаться поясница, что нам не нужно. Сосредоточьтесь именно на движении в области крестца, копчика. Вдох, выдох, вдох, выдох, 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 и вдох. А теперь посмотрите, выдох. И мы представили, что сильно-сильно-сильно у нас лобковая косточка потянулась наверх, и мы ушли с вами через вот такую вот волну. Полностью встали, вытянулись, выпрямились. Представляю, что вытягиваемся очень сильно через макушку наверх. Итак, вдох, присели, открячили немножечко таз, вдох, в живот. С выдохом лобковую косточку подтянули к себе, и вот такой волной встали. Вдох, выдох. Если руки вам некомфортно держать просто на весу, тогда поставьте их на таз, и вы будете чувствовать движение тазовых костей, что в принципе тоже положительно для осознания движения вашего тела. Вдох, выдох. Позвольте волне быть чуть более амплитудной. Вдох, выдох, вдох. Но самое главное, чтобы она была комфортна для вашей поясницы. Выдох. И не двигайте излишней шеи, потому что очень часто так бывает, что у нас слабо движется таз, крестцово-поясничное сочинение, там давно уже все задеревенело, и мы начинаем движением шеи компенсировать отсутствующее движение как раз вот в этой вот области. Вдох, выдох и вдох. Поэтому помним, что шея продолжение поясницы, излишне двигаться она не должна. Хорошо, встали, почувствовали уже такой легкий тонус. В животе просто сам собой появился, казалось бы, да? Хорошо, теперь мы ставим стопы чуть-чуть пошире. Представляем, что стопами растягиваем пол в стороны. Прямо ощутите это. И теперь мы тянемся назад седалищными буграми. Вот вы прямо руки на попу положите с одной стороны, с другой стороны, на один попец, на другой. И представьте, что вот здесь вам нужно попу растянуть. То есть вы руками раскрываете вашу попу, как бы это странно ни звучало. Таким образом, как бы давая себе сигнал, растянуть седалищные бугры. При этом колени у нас не выходят за второй палец стопы, мы как будто бы стремимся присесть на пуфик, не подкручивая таз. Такого движения здесь быть не должно. Хорошо, отсюда мы тянемся ладонь к ладони. Здесь смотрят ладонь в ладонь. Это вдох. И при этом не подтягиваем ключицы и лопатки к ушам. А здесь наоборот разворачиваем ладони к потолку, тянемся за пальчики, кончики пальцев назад. Это выдох. Вдох мы сделаем три раза. Выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И здесь мягко, волной, вспоминая, как она делается, да, встаем. Хорошо. И несколько раз сделаем более масштабную волну, чем мы делали в начале. Выдох. Вдох. Выдох. В этой волне будьте аккуратны. Опять-таки вспоминайте про то, что шея у нас любит двигаться излишне. Двигать излишне здесь не нужно. И что это значит? Вот такого движения здесь быть не должно. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Снова присели, снова потянулись назад с седалищными буграми, снова их раскрыли. И опять движим руками. Где это вдох, а это выдох. 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 И снова пошли волной. Раз. Два. Почувствуйте радость от этого движения. Я когда первый раз своим девочкам в своих программах, типа конструктора красоты и осанки от макушки до пят, говорю, почувствуйте радость от этого движения. Наверное, кому-то немножко непонятно, но потом они действительно впишут в отзывах, что ура, я начала чувствовать радость движения. Радость от того, что чувствую свое тело, каждый участочек. Его. Хорошо, отлично. Теперь мы встаем, ноги чуть пошире ставим. Таз ощущаем, что он в нейтрале, то есть тазовые косточки смотрят четко вперед, не вниз направлены, да, отключены, не вот такое вот положение. Выровняли таз, вытянулись через макушку наверх. Руки в стороны, руки раскрыты, ладони смотрят вперед. Мы делаем с вами вдох и представляем, что нас за кончики пальцев кто-то потянул в сторону. Вдох, 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 вдох. И выдох, 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 выдох. Мне самое главное здесь, чтобы вы совершили этот медленный выдох и поднялись. Вы можете одну руку положить на проекцию косых мышц живота и почувствовать, что именно вот здесь, на выдохе, вы закрываете живот на молнию и за счет этого поднимаетесь. Вдох, выдох, 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 выдох. Почувствуйте тонус вот с этой вот стороны, которая у нас работает как раз. Выдох, 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 выдох. Работаем. Вдох. Вдох, выдох, 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 выдох. Вдох. Не старайтесь слишком сильно опуститься. Старайтесь именно почувствовать вот это вот вытяжение через кончики пальцев, как будто бы вас кто-то тянет, а вы сопротивляетесь, вы не хотите этого. Вдох, выдох, 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 выдох. Их множество. Отлично. Теперь мы работаем с вами на эту же сторону. То есть запомнили, если сейчас работали, например, на правую сторону, наклонялись, то с правой стороны и будем работать. Продолжаем. Ноги ставим шире, ноги на одной линии. Одна нога у нас смотрит вперед, если разрешает раскрытие тазобедренных суставов. Если не позволяет, тогда ставьте так, как вам удобно, чтобы колено смотрело в сторону второго пальца стопы. Таз не должен здесь отклячиваться, таз в нейтрале. Вторая нога стоит по диагональке. Хорошо. Руки ставьте на затылок. И мы с вами начинаем опускаться на вдохе. То есть мы, по сути, делаем то же самое, только немного поменяв положение тела. Вдох. И мы тянемся с вами локтем к колену. И на выдохе выпрямляем колено, выпрямляемся, встаем. Вдох. Выдох. Выдох. Лучше контролируемо встать в первую очередь. Вдох. А не как можно ниже наклониться. Какие здесь ошибки? Вы делаете, я вам скажу. Да, то есть колено здесь у вас может сейчас заворачиваться вот так вот внутрь, заваливаться. Проблема приводящих мышц бедра. Это все прорабатывается. В частности, у меня на курсе осанка от макушки до пят. Но если вы это чувствуете, тогда ногу поставьте просто чуть ближе. Не нужно ни в коем случае заваливать. У нас всегда колено соосно со вторым пальцем стопы. Для правильной, грамотной работы, для правильного паттерна движения. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. Не обязательно опускаться так же низко, как опускаюсь я вам показываю. Вы можете совершенно спокойно вот на этом уровне оставаться, вот на этом уровне. Самое главное, чтобы вы опять-таки чувствовали, можете прямо руку положить, да, почувствовать, как работают косые мышцы живота. Выдох. Вдох. Выдох. И здесь внимание, раскрылись, ушли. Если получается, если хорошо, если не получается, тогда можно ручку поставить чуть повыше и вытянуться, постоять в этом вытяжении, подышать. Если получается ниже, окей. Вдох-выдох. Вдох-выдох. И с выдохом встаем, поднимаемся. Отлично. Мягко собираем ноги. И все то же самое повторим на противоположную сторону. Итак, ноги у нас стоят чуть шире тазовых, чуть шире тазобедренных составов, тазовых костей. Руки. Вот таким вот образом. Одну руку можете положить на живот. Можете так держать, как вам удобно. И начинаем с вами со вдохом. Представляю, что нас за кончики пальцев кто-то тянет. По диагональке вниз, а с выдохом мы встаем. Итак, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не торопитесь, пожалуйста, еще раз. Контролируйте вот это вот закрытие. Представьте, что здесь у вас замочек. И на выдохе вы этот замочек закрываете, закрываете. Таз, при этом если будет открячен таз, если в принципе у вас есть проблема гиперлордоза, тогда, конечно, вам будет вообще в принципе сложно почувствовать данные движения. И тогда вообще в принципе начинать работать с прессом, с животом, это как бы не совсем рационально. Начинать нужно работать с осанкой, причем в ее глобальном понимании, то есть от макушки до опят. В моем курсе «Осанка от макушки до опят» как раз я объясняю, зачем это нужно даже для эстетики лица. Кстати, вот здесь под этим видео я оставила для вас ссылку на свой вебинар, где я как раз рассказываю значение осанки и ее связь с лицом. Если еще не смотрели, то обязательно посмотрите, это очень полезный вебинар. Вам понравится совершенно точно для себя, вынесите много-много нового. Хорошо, отлично, здесь закончили. И теперь раскрываем ноги. Помним постановку. У нас одна линия. Таз в нейтрале, не отклячиваем, не вываливаем живот. Здесь нога у нас направлена в сторону, здесь по диагональке. Хорошо, руки ставим на затылок, плечи опущены вниз, точнее опущены вниз, лопатки и кличицы. Не совсем правильно говорить плечи. И мы начинаем опускаться на вдохе и подниматься на выдохе. Опускаться на вдохе и подниматься на выдохе. Конечно, в рамках своих видео в бесплатном доступе я даю гораздо более облегченные тренировки, потому что я не знаю вашего уровня подготовки, я не знаю, в какой момент вы решили встать и сделать зарядку. Может быть, вы лежали на диване 70 лет, и сейчас решили, дай-ка я позанимаюсь. Конечно, я вам не даю ничего такого глобального, серьезного. Стараюсь максимально все разжевать. Но в своих программах, в той же конструкторе красоты, мои тренировки гораздо более интенсивные, гораздо более эффективные. Поэтому здесь вы пробуете, а дальше решаете, стоит ли вам идти со мной дальше, как с тренером. Выдох. Вдох. То есть ваша задача здесь вот не опуститься вот так вот, схлопнуться, да, а вытянуться, потянуться вперед. Вдох. Раскрыть весь верхний бок. Выдох. И вдох. Выдох. И вдох. Выдох. И мы сейчас останемся внизу ненадолго. Вдох. Либо здесь. И вы вытягиваетесь. Либо здесь. Смотрите по себе, по своим текущим возможностям. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Поднимаемся. Мягко и аккуратно. Отлично. Хорошо. Подтягиваем к себе ноги. И сейчас поприседаем. Правильное приседание. Это нужно еще уметь. Вот. Я сейчас вам красненько объясню. Мы встаем. Представляем, что стопами растягиваем пол в стороны. Руки ставим на тазовые косточки. Немного дотянемся назад седалищными буграми. Колено не выходит за линию пальцев стопы. И мы здесь представляем, что сейчас начинаем подлазить под какую-то низкую-низкую перекладину. Несколько раз так сделаем. И каждый раз представляем, что у нас также между бедер натянута лента эластичная. Мы это уже растягиваем. Подставной шаг. Приставной точнее. Подставной это. Шаг подстала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. По сути, мы здесь включаем попу. Ну, в первую очередь, среднюю ягодичную. Три, четыре. Хорошо. Теперь распределяем вес тела на две ноги. Хорошо. И дальше приседаем, как будто бы садясь на низкий пуфик, но при этом не подкручивая таз, нет вот этого подкручивания хвостика. Хорошо, здесь вдох, и посмотрите, мы встаем и выдох, полностью тянуться локтем до колена и соединяться вот так не нужно, выдох, выдох, выдох. То есть мы только направляем, только движение легкое задаем по направлению от локтя к колену, выдох, выдох. И опять-таки не компенсируем движение шеи, вот такого положения быть не должно, неправильно. Каждый раз, выполняя вот такие вот приседания, вы травмируете свышеный отдел позвоночника. Поэтому фитнес, он помимо того, что сделает вам хорошо, может еще и навредить. Работаем. Самое главное здесь полностью распрямиться в области тазобедренного сустава работающей ноги, то есть той, на которой стоим опорной. И 10, 9, обязательно выдох. Короткий, интенсивный. 6, 7, 4, 3, 2, 1. Отлично, хорошо. И несколько раз просто присели. Вдох, выдох, 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 выдох. И вдох, выдох. Сделали вдох, выдох. Подбородок тянем к передней поверхности шеи, уходим позвонок за позвонком вниз. Roll down. Вниз, 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 вниз. Делаем вдох внизу. И с выдохом представляем, что мы выталкиваем себя стопами от пола, вырастаем через макушку, распрямляемся. Снова делаем вдох. Снова выдох. Переносим вес тела. Например, на левую или правую ногу, неважно. Вторую ногу отставляем. Таз толкаем вперед. Делаем вдох. Оп. Выдох. Меняем ноги. Вдох. Таз толкаем вперед. И выдох. Отлично. Вдох по центру. И выдох. Вот такой вот незатейливый комплекс. Надеюсь, что вы почувствовали свой кор, мышцы центра, скажем так, да, свой цилиндр. И не чувствуете при этом проблем с поясницей. Не было никакого кача, умирания, да. Но при этом я уверена, что данная практика вам понравилась. Если да, то лайки этому видео, подписка на канал. Ну и обязательно в комментариях пишите, каково оно вам. И может быть у вас есть заказ на другие тренировки, которые будут вам полезны, которые вам обязательно понравятся. В комментариях пишите, чего хотите. С вами была ваша Орлова Даша. Пока.